Меня зовут Самойленко Наталья и вы снова на канале Европлант Лайф. Продолжаем рассказ о капризничающих у нас растениях. Сегодня поговорим о вигелах. Между прочим, род назван в честь профессора-ботаники Кристиана фон Вайгеля. Ролики о форзиции вигелии и дейции снимались в один день, и ваших комментариев я еще не видела, но уверена, что многие мне возразили, подумав или уже написав, что у них вигелла растет и цветет, и все с ней прекрасно. Действительно, и всей троицы именно вигелла чувствуют себя лучше всех. Вспомните, какая шикарная вигелла растет при входе в ботанический сад Петра Великого. Вполне естественно, что каждый, кто видит ее во время цветения, непременно хочет такую же у себя на участке. Но, к сожалению, не у всех получается. Нас с вами интересуют два вида – вигелла цветущая и вигелла Мидденфорда. Оба вида можно встретить в Северном Китае – Маньчжурии и Японии. Цветущую вигеллу открыл для европейцев Роберт Форчун, который привез ее в Англию в 1845 году. С тех пор вигелла цветущая обрела популярность не только в Англии, но и в Германии, Франции, Польше. Очень много интересных сортов принадлежит американской селекции. Популярно ее делает и то, что срезав отсветшие цветки, можно получить еще одну волну цветения. Ее используют и как цветущий кустарник для открытого грунта, так и для контейнерного озеленения. Если вы почитаете, что о ней пишут немецкие, американские и английские садоводы, вы очень сильно удивитесь. Вигелла – неприхотливый, быстро растущий кустарник, достигающий двух метров в высоту и великолепно отзывающийся на стрижку. Вот с последним многие садоводы Петербурга согласятся. Вигелла действительно хорошо отзывается на стрижку. Особенно весной, когда вы вырезаете замерзшие ветки. Но если честно, в цветущей вигеллы не все так плохо. Один из секретов выращивания вигеллы – это подбор сорта. У нас почти не имеют шансов пестролистные сорта, и это вполне объяснимо. Вигелла и так себя чувствует у нас не очень хорошо. А пестролистность, как вы помните, это все-таки заболевание. А такие растения всегда отличаются более медленным ростом, меньшей зимостойкостью и слабым иммунитетом. Крупные, быстро растущие сорта не всегда успевают подготовиться к зиме. И очень часто вымерзают. Или половина куста, или вся наземная часть. Правда, за сезон она быстро восстанавливается. И несмотря ни на что, радует нас своим цветением. А вот краснолистные сорта зарекомендовали себя на удивление хорошо. На мой взгляд, это связано с тем, что почти все они карлики. Как правило, до метра-метра двадцати высотой. За счет этого зимуют под снегом. Плюс из-за красной рассветки листьев садоводы им выбирают хорошо освещенные места. Не могу сказать, что вигелла цветущая – совсем безнадежный кустарник. Просто выбирайте для нее самые солнечные теплые уголки, защищенные от ветра. И не увлекайтесь пестролистными или очень быстро растущими сортами. А если все-таки захотите рискнуть и посадить минуэт в оригату или бристолруби, то укройте ее на зиму. А еще лучше обратите свое внимание не на цветущую вигеллу, а на вигеллу медендорфа. Ее природный ареал почти такой же, как и у цветущей. Только медендорфа забирается чуть севернее. Ее можно встретить на Дальнем Востоке. Причем в таких местах, где у цветущей нет никаких шансов. Названа она в честь знаменитого путешественника, зоолога, географа и биолога Александра Федоровича Медендорфа. Точных подтверждений не нашла. Но думаю, что именно экспедиция медендорфа впервые описала это растение. Так как первые упоминания об этой вигелле встречаются с 1850 года. А за несколько лет до этого Медендорф как раз вернулся из экспедиции по Северной Сибири и Дальнему Востоку. У нас эта вигелла не очень известна и редко встречается. В основном продают в Флориду, то есть цветущую. А вот в Финляндии, Дании и Швеции, а также Норвегии она очень популярна. Есть несколько сортов вигеллы медендорфа, один из которых принадлежит селекционеров из Норвегии. Это Амур. Между прочим, сорт так назван не в честь пухленького, наглого мальчика с луком и стрелами, а в честь реки Амур. Там была экспедиция ученых из Финляндии и Норвегии. А второй сорт принадлежит финской селекции. Назван Джонни. Так звали одного из участников всей той же экспедиции. Вне зависимости от того, на какой вигеле вы остановите свой выбор, посадите ее на солнечное безветренное место. Помните, что она предпочитает влажные, воздухопроницаемые грунты. И не увлекайтесь сильно азотосодержащими удобрениями. А на этом мы прощаемся. До скорых встреч. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Удачи!